Я смотрю, что у меня какое-то время ушло, прошло какое-то время, я эти фразы говорил, мне от них становилось приятнее, а потом произошло то, что мой ум уже привык к этим фразам, мне задумываться о них больше не нужно было, он мне помогал с ними, а внимание освободилось, и оно сфокусировалось на значении этих слов, и вот я стал соображать, я же по-настоящему представляю, что я создал в груди любовь, ох, как это приятно, я по-настоящему представляю, что я заполняю себя любовью, вот это да, я представляю, что по-настоящему посылаю в свою жизнь любовь, и сразу начинаю жить в любви, это очень здорово, и я вам рекомендую использовать такие фразы, как я показал, и произносить их вслух, произносить их вслух, и заниматься этим каждый день. Мне удобнее всего это делать, когда я прогуливаюсь, когда я иду куда-то, прогуливаюсь, или там в транспорте еду, когда я вот почему-то так вот. Ну, я могу это делать и дома, но приятнее всего, когда прогуливаюсь. И обратите внимание, что в этих фразах я их говорю от первого лица. Я представляю, что создаю любовь, не просто там, представляю, что создается любовь, я. И принимаю решение это я, и практически все создаю я. И создаю любовь из ниоткуда. Значит, от первого лица я представляю, что по-настоящему создаю в груди любовь. И в каждой фразе я использую слово «любовь». Не свет любви, не излучение, не энергия, а любовь. И мой ум понимает, что такое любовь. Это слово индоевропейское, слово очень древнее, слово родного для меня языка. Мой ум прекрасно понимает, что такое любовь. И я в каждой фразе говорю это слово. Ведь мы, я представляю, что по-настоящему заполняю себя любовью. И я использую еще словосочетание по-настоящему. Для чего я это делаю? Когда мы говорим, я представляю, что посылаю любовь, то, ну, по-настоящему мы как бы это подразумеваем, что представляю, что по-настоящему. И я понял, что здорово говорить об этом вслух. Говорить об этом вслух, что я представляю, что по-настоящему. Говорить явно. И вот какой-то, ну, как только стал я это употреблять, словосочетание, сразу стало мне легче и приятнее посылать любовь. Поэтому я рекомендую это делать и вам. Ну, и... Разве что скажу, что людям, которые в более сильной психической организации, которым легче визуализировать, легче чувствовать, им такие усложнения могут не понадобиться. Они могут сказать, создаю в груди любовь, посылаю любовь, и сразу это прекрасно почувствовать. Если у вас такой случай, я вас поздравляю. Для остальных, для людей, как я, для таких людей, как я, которым менее легко ощущать, предлагаю использовать слова. Предлагаю использовать слова и присоединяться.